В общем, мужики, шикарный вариант для мини-тракторов, особенно для мини-погрузчиков, я думаю. Там, где площадь опоры увеличивается, давление на почву становится меньше и увеличивается тяговое усилие. Но нужно быть аккуратным, не переусердствовать, потому что полуоси делаются по-разному. Вот я испытал свои вареные полуоси, все прекрасно держит. Субтитры делал DimaTorzok Мужики, всем привет! Завалила Кубань снегом. Я три дня уже пытаюсь с ним бороться всевозможными способами. В общем, недолго думая, доработал я малышу ходовку, поставил сдвоенные колеса, в простонародье из парка называется. В общем, кому интересен данный видос, оставайтесь на канале и обязательно досмотрите его до конца. Также не забываем оценивать. Все, погнали! Ну и первым делом сейчас отстегиваю навеску, возвращаю колеса в стоковое положение и максимально подробно попытаюсь все показать, как говорится, наглядно, что к чему и почему. Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, вы видели, да? Заняло это буквально считанные секунды. Снять навеску, примерно секунд 30 ее поставить на место, никаких проблем. Да, мужики, прежде чем начать все это дело, хочу поблагодарить моего подписчика Олега за вот такой вот, как говорится, подгончик. Человек подарил мне две метровые стропы. Кому интересно, можете поставить на паузу, посмотреть характеристики. Две пачки электродов по килограмму и пачка дисков на 230. Олег, огромное тебе спасибо, я их уже активно использую, стропы. Очень полезная и нужная мне штукенция для моего консольного крана, кстати, в цвет даже, будем так говорить, вещь незаменимая. Вот, как-то так. Так, мужики, ну, вернул, значит, в стоковое состояние, как это все было, да? Сами понимаете прекрасно, что легкий вес, узкая колья, узкая покрышка, хоть даже и протектор на ней вот такой. Он сейчас подвешенный, для удобства, чтобы с донкратом не бегать. Вот, толкать отвал на одном мосту, сами прекрасно понимаете, что это, ну, не камильфо, будем так говорить. Не камильфо. Ну, и самое простое, это что, приходит на ум, да? Поставить цепи. Можно было бы, конечно, намотать, ну, ввиду того, что у меня стоят все-таки барабаны, тормоза. Просто так намотать цепь на покрышку не представляется возможным. Развернуть колесо тоже не представляется возможным, из-за того, что барабан стоит, да? Пришлось мне делать, значит, цепь так, чтобы была возможность поставить колесо так, как нужно. Я их сделал, мужики, я их сделал. Вот они стоят, цепи прекрасно получилось все. Буквально у меня там заняло, я не знаю, там, полдня повозился. Все дело рассчитал. На двух толрепах все это крепится. Вот один десятый толреп, вот другой. Цепь восьмерка, это цепь пятерка. Через барабан проходят диски. Сейчас я все покажу, мужики. Самый легкий способ, но в моем случае он не рабочий. Почему? Сейчас сами все увидите. Вот, мужики, поставил я колеса с цепями. Вроде бы все хорошо, все становится, одевается спокойно через барабан. Здесь зазоров хватает везде, но зазора не хватает вот здесь. Цепь цепляется за болты, которые держат крылья. Вот, колесо, оно просто вот здесь, здесь то же самое. Поэтому этот вариант, увы, у меня не рабочий. И, недолго думая, мужики, абсолютно, недолго думая, значит, решил проблему с вылетом таким образом. Сделал вот такие вот две дистанционные, я не знаю, как их назвать, муфты, да? Из тех же самых дистанционных шайб и куска толстостенной трубы. Сейчас покажу. Вот такая вот толстостенная труба. Толщина 6 миллиметров этой трубы. Она по диаметру, по внутреннему, она идеально вообще подходит. То есть, центровать мне пришлось тут буквально выставить вот эту шайбу по внутреннему диаметру трубы и обварить. Значит, длину сделал вот эту 10 сантиметров. Так, посчитал, что самая для меня удобная, значит, длина. То есть, теперь вылет, даже при установленных барабанах, можно менять вылет колеса. Значит, здесь были места для направляющих, понимаете, да? Для этих болтов, для направляющих, они были просверлены восьмеркой, по-моему. Я уж точно не помню, по-моему, восьмерочкой. Я их рассверлил сверлом на 16. Вот. Двенадцатые под болты оставил с одной стороны. Также и здесь направляющие, отверстия для направляющих, также на 16 рассверлил. Вот. Для чего? Сейчас я все покажу. Так, мужики, повторюсь. Двенадцатые я оставил. Они такие же, как и на, под, болты колесные. Здесь шестнадцатые. Для чего шестнадцатые? Вот, смотрите. Для того, чтобы вот эти грани, от направляющих, да, под ключ, не упирались в саму шайбу, а шайба как бы проходила через них, и прижималась плотно к барбану. К полуоси, без разницы. То есть, вот таким образом. Значит, обычные болты, обычные болты, колесные, тут места для головки абсолютно нет. И дабы не крутить сам болт гаечным ключом, а их нужно закрутить восемь штук. Буду использовать болты вот такого плана. Под шестигранник. Прекрасно становятся и закручиваются. Значит, особенность, какая у меня здесь. Вваривал, значит, шайбы таким образом. То есть, рассверленное отверстие на шестнадцать напротив двенадцатого. Когда будет становиться вот этот болт, то ключом шестигранным вот таким образом я его закручиваю. Крепежные остаются в стороне. То есть, второго колеса. Второго колеса крепежные я с двенадцатого рассверлил на четырнадцать. Значит, под четырнадцатые болты. Почему под четырнадцатые? Ну, так как здесь колесо нужно хоть как-то центровать, а отверстие на самом диске у нас идет именно четырнадцать, да? То есть, болт как бы с минимальным люфтом, с минимальнейшим. Не стал я использовать колесные болты, искать гайки с мелкой резьбой. Взял обычные на четырнадцать. Гайки приварил, только с одной стороны прихватил. Если вдруг что-то будет с резьбой, болгарочкой отрезал, новую гайку прихватил. Вот такая вот конструкция. И вот таким вот образом получается легко и быстро смонтировать этот флянец. Но я использую не такой ключ ручной, а второй обрезал. Головка на двенадцать гайковертом. Вообще шикарно. Не нужно там заморачиваться. Закрутил, открутил. Гайковерт в этом деле помогает очень здорово. Все, ставим колеса и посмотрим как это все дело выглядит со стороны. Колеса установлены. колея на данный момент составляет вот в таком варианте 85 сантиметров ровно. Сейчас все это дело проходит. Нигде ничего не цепляется. Всего хватает. В общем трактор стал поустойчивее и появилась возможность использовать цепи. Вот. Кстати, я эти цепи еще ни разу на них и не скатал никуда. Так и не проверил. Только на спарке. В общем, еще все впереди. Как-то так. В общем, сейчас попробую развернуть колеса наоборот и чисто посмотреть, как будет выглядеть тракторок с развернутыми колесами. Вот так выглядит тракторок на вывернутых колесах прикрученный к этим дистанционным муфтам. Я не знаю, как их называть проставкам. Колья на данный момент от центра до центра составляет ровно метр. По краям соответственно шире. вот такая вот получается штука. Передние колеса не разворачивал, хотя они у меня из-за того, что здесь у них поменен вылет. Можно также поставить спарочку, либо развернуть колесо, колья будет шире. Но к этому вернемся туда весной. Вот такая вот штукенция. То есть колесо выходит полностью за крыло. Я думаю, устойчивости будет ему в таком положении вообще не занимать. Так, мужики, ну не удержался, не удержался. Поехал я все-таки. О, это старый снег прессованный вот этот уже пробовал сдвинуть. Обалденно. Здесь, там, в общем, сейчас поедем вот там от парника очистим на вот этих вывернутых колесах. Ну, зверь, зверь, просто зверь. Гребет обеими колесами из-за того, что стоят цепи. Вот такие вот дела. Понравилось мне, понравилось, мужики. С цепями вообще шикардос. Все, погнали. Вот там попробую толкнуть, потому что там его слишком много. мужики. Мужики, сами только что видели, как это, блин, вообще тема прикольная. Причем, при такой ширине, ну, это, конечно, здорово, можно их и на место поставить, но, тем не менее, это мой первый опыт использования цепей, так как зимы у нас это редкость, тем более такие. Вот. Ну, вещь вообще замечательная. Ладно, вернемся к спарке. Поставлю сейчас на место все и продолжим. Вот, если мне спарочка не нужна, я тупо откручиваю по одному колесу, да, колея остается прежняя, флянцы, я не знаю, дистанционные вот эти втулки, как это правильно назвать, вообще никак не мешают, абсолютно. в притирку я никуда не заезжаю, ну, а если нужна будет площадь опоры, кидаю еще по одному колесу и трактор уже работает совсем в других режимах, так сказать. Ну, и вопросик такой, на сообразительность для тех, кто досмотрел этот видос до конца, для чего я оставил вот здесь вот между колесами 3 сантиметра расстояния. Вот такие вот дела. Ладно, на этом будем прощаться. В общем, кому понравилось, не забываем оценивать видос. Вот такая вот тема будет работать, мне кажется, на полном приводе вообще шикарно. Вообще шикарно. Если вот для такого легкого трактора сразу тяговое усилие прибавляется, просто заметно, как прибавляется. А для полного привода вообще будет шикардос. Все, с вами был Санек. Еще увидимся. Санек. 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 Санек.